Всем привет друзья подписчики гости канала ну чё сегодня у нас копишка короче если честно братцы я чуть с ума не сошел сидя дома неделю вот небольшая хворь напала там сопли насморк а сейчас гуляет типа какой-то коронавирус и как бы я решил себя поберечь и целый день никуда не выходил просто смотрел в окно с печки и наблюдал за прекрасной погодой но стоило мне только выздороветь как погода сразу же испортилась внешне да как вы видите вроде все здорово и замечательно вот а на самом деле братцы сильнейший ветер который дует уже третий день вот ну и мороз элементарно мороз я сейчас зашел на поле вот короче прихватил землицу вот но все равно как бы копаем а вот проблема в том то что как бы до 6 градусов мороза ночью и где-то плюс 4 плюс 2 днем в общем братцы немножко поговорим о месте которое буду выбивать я вам когда ездил мельницу искать на лайв канале вы видели ролики распахали вот такой вот огород то есть вот здесь вот была земля здесь был огород здесь сад и дом от дома практически ничего не осталось вот и вот здесь вот была земля обрабатывалась удобрялась сажалось тут все в общем то как бы вздернули здесь целину которая не пахалась лет двадцать наверное соответственно здесь ни одна катушка металлоискателя не было а вот прям вот за этим деревом вот видите вот он заваленный домик вот он садишка все выходило сюда так что братцы я помню тут ходил ранней весной года три наверно назад находил здесь царский николаевский двояк и две копейки 26 года советские вот но это была целина сейчас здесь вот перевернута ну посмотрим по крайней мере даже черви замерзли друзья в нашем хобби без металлоискателя никуда поэтому я вам подскажу где его купить магазин антиквар 32 делаешь заказ нажимаешь оформить и выбиваешь промокод охота за сокровищами который работает теперь вот так забиваешь получаем скидку либо подарок товар падает в корзину заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов которые присутствуют на сайте оформляешь заказ и ваш товар уже в пути скидка по промокоду охота за сокровищами работает почти на все сейчас ребята все возможно купи свой металлоискатель уже сейчас потому что сезон в самом разгаре магазин антиквар 32 пожалуй это то что нам нужно так ребятки первая находочка с первого прохода вот блин где она есть руках держал только что я не понимаю как так может быть вот здесь вот вот это мелкая скорее всего пуговка пуговка вот такая вот пуговица была сигналил хорошо думал первый советос советская монетка да не тут то было ну покрыта коррозии блин такой холод а вот благо что я от дома недалеко здесь до дома получает край деревни край деревни вот последний дом на деревне по этому полю никак я помните говорил по этому полю никак у меня не получается походить вот потому что блин все время зеленя здесь быстро убирают дискуют и на следующий день сажают вот так вот здесь поле работает поэтому наши места они видите какие тут тоже наверняка будет и находочки и монетки но к сожалению никак не попадаю ладно ищем дальше блин холодно жесть если ветер такой лютый продолжится я наверно буду закругляться а потом попозже к вечеру приду я вообще пешком видите вот ребята о чем я и говорил вот она красотуль я его дернул лопатой видите это вижу 20 копеек вот второй проход поздний наверное советик давайте посмотрим как он звучал хорошо а так поздний до совет есть монетки на огороде есть а он там подальше могут и царики быть так сейчас год посмотрим ну 61 на как обычно 62 62 мне еще не попадался 62 20 копеек год 1962 сигнал прекрасный просто превосходный вот второй проход а руки мерзнут вот вон там не где-то двойка николая попалась на старой карте здесь вот так вот вдоль деревни идет дорога и она вот сюда вот к выемке к переходу вот может быть сюда раньше огород был но нормально первая находочка есть первая монетка от души ну что браться добрый вечер в общем это продолжение моего утреннего ролика вот где-то вот тут вот я влупил с утреца монетку ушел я короче плюнул нахрен на это все дело вот и сейчас времени где-то около пяти солнце видите уже близко к заходу ну не 5 это полпятого вот пару часов мне хватит этот огород я думаю выбить вот не хватит так завтра добью а в таком морозе в котором я попал утром но это просто дичь ребят ты втираешь мне какую-то дичь как в знаменитом приколе в общем похожу я здесь всего лишь четыре прохода только сделал вот вот эта борозда была моя крайняя вот эту часть я выбил ну и вот сейчас погоню туда ветер более-менее стих ну и температура уже на плюс так что братцы не затягиваем погнали ну что братцы монитосик вот он идут гильзащи потихонечку вот и вот еще один монитосик я сначала не понял 52 год 10 копеек совет рамочник одна сторона очистился второй не дается такой вот гильзащи вот битва тут была гильзащи попадаются немецкие но неплохо рамочник это уже получше чем поздний совет вот ребят на что хотел обратить внимание вот керамика горшки черные попадаются но они неизвестно пока какого происхождения то ли николаевского может вообще советского но нет старый горшок осколочек вот выпахал их трактор хожу пока пока ничего так братцы блин сижу камеру не включил короче совет вот я уже очистил и показал ну блин вот такая вот троечка камеру включил опуск не на на запись не нажал сижу сам с собой разговариваю блин косяк такой у меня уже был однажды в общем три копейки 1957 года монетка лежала практически сверху ну короче как видимо выпахали лежала наверху и вот сохранщик не очень но если полежит там откиснет что-нибудь из нее и получится вот такая вот берем ну что братцы а вот и монитос тоже с поверхности вот она он прям верхушечка прямо лежала сухая здесь монетка была в земле это уже царизм николай наверно да да братцы это николай правда сохранщик надо чистить все чистить надо все чернозем видите она вроде ничего и рельеф как чуть-чуть видны но накипи на них такие приличные какой год не видно две копейки по размеру вот пологородика пробил он видите вот эту вот всю часть проволока попадается гильзачи попадаются вот так вот хожу вот так вот рядами сколько минут 40-30 хожу вот она еще ребята вот сейчас достанем все монеты почти наверху вот такая вот что же это поздний это у нас пятнарь поздний поздняя монетка 15 копеек 1961 года для идут нормально вот так вот они попадаются нормально хорошие ветер опять начинает подниматься вот но это как она называется это братцы говорит о том что солнце садится вот теневая сторона вот здесь сейчас несмотря на то что время еще валом для копа вот тенечек конечно так уже немножко холодит но как вы там братцы холодно нам тут хотим мы скорее теплую погоду вот это вот дорога секретная юрцова он по ней за самогонкой бегает там он деревня километра два вот там точки у него есть свои смотрим братцы свои места вам показываю это не тамбовская не тульская область куда я бывает залишаюсь часто это наши края забытые позаброшенные копорей тут нету братцы ах ты блин думал монитос думал царский монитос медный сигнал тоже все наверху вот знаете чем хороша перепашка вот такая глубокая да вот тем что ребята все монеты находки и вообще что все что попадется звенит практически все наверху вот ведь даже не копал вот и монет находил он туда закинул бурьян вот то есть переворачивает там слой где-то сантиметров 15 может быть 20 сколько там глубина плуга вот и вот таким интересным ковром полу ковром полу булдышками остается лежать почва вот и все монеты видеть практически верну еще одна монетка друзья еще одна досталась и вот немножко лопаткой кончиком прям совсем все третий год 15 копеек вот знаете такого кладоискателя тамбовского дмитрий тамбова вот купил он бедолага себе гаррд от и макс вот кричит с деосом ни одной глубокой находки у нее не было отходил с деосом он вот с таким вот как у меня боевым товарищем год с небольшим вот и сказал что все находки у него на глубине максимум 10 сантиметров вот вразумите пожалуйста товарищи ну ладно здесь я хожу по перепашке я просто задумался сейчас об этом друзья вразумите мне неужели никто не находил находки с глубины штык может быть полтора если монета крупная вот я что-то как-то не ну складывается такое мнение потому что все находки наверху но во первых и перепашка большая до глубокая валуны большие валяются во вторых я все же когда на таких хорошо от дискованных полях вот когда поднимал ну там ездил к туда тоже к церкви местечко интересное одно когда склоны беловраги штык ну брал даже чуть больше то есть сантиметров 35 где-то я брал монеты напишите в комментах у кого есть деос у кого есть от макс и вот ну в чем преимущество может быть и как вы видите свой прибор но у кого ты макс а у кого deus вот я как бы знаете да каждый хвалит там типа свое такая пословица есть похоже но мне все же как-то если больше к реальности да ну deus намного интереснее намного привлекательный прибор нежели чего ты макс хотя с это максим я никогда не работал это примерно тот же самый от и про наверно но короче каждый кулик хвалит свое болото вот вы и мне напишите в комментариях не за и если кого-то не затруднит не в службу а в дружбу какой прибор лучше deus или от и макс и действительно есть такая проблема в деусе с которой столкнулся димоныч что монеты у него падают с 10 сантиметров максимум глубина 11 катушка такая же как у меня та же самая прошивка 10 сантиметров бред может настройки не такие может сейчас прибором не то отдали его в ремонт кстати проверять короче вон братцы вон оттуда я вам записывал буквально полминуты назад вопросительно повествовательное такое сообщение обращение то что димон с 10 сантиметров но это конечно бомба вот вот вам глубина штыка то и больше он оттуда я его вырыл вот сигнал более чем вот похож на царскую монету в любом случае что-то круглое медное вот не знаю пока что вот но фигачит на ура вот вам пожалуйста штык и более-менее отчетливый сигнал вот это может быть и окислившийся горшок какой-нибудь алюминиевый вот вот ребята вот такая вот штука ну не монета блин думал царь не все коту масленица а вот это вот братца монета уже с глубины вот она она вот такая ну и что это у нас такое это у нас ребята 1932 год щитовичок 20 копеек вот вот она она черненькая да бесподобно бесподобно я приближаюсь к этой старой дороге на карте она указана вот здесь вот где-то вот мол ну может быть 32 20 копеек щитовичок вот так берем наковырял ребят вот вам огородишко и царики есть и советики есть погоды только нет ветер одолел смотрите ребят какое стеклышко нашел синенькая такая красивая тоже наверху присутствие старины ведь раньше как-то делали вот такие бутылочки да может от вас было красиво солнышко братцы уже зашло еле-еле его видно из-за кустов вот и коп мы на сегодня закончен тоже но я не пробил весь огород друзья я просто вернулся на исходную пробил только половину завтра если пода до спаду погода вернусь добью следующую половину он там все же интересные были находки а на сегодня вот такие такие находки всего лишь одна империя друзья вот но все трудовое все так сказать вот два поздних совета вот этот утром нашел сегодня вот строй 57 года тройка 53 пятнашка 61 пятнашка николай неизвестно какого года 32 года вот этот был последний щитовик вот глубоко взял его и еще десятка 52 гуна это вот тоже что-то зацепилось какой-то колпачок я сначала подумал пуля думаю покажу ерунда вот вот такой вот прошел нас воля ребят ведь молния у меня вправалась разошлась короче сломалась молния на куртке так сказать неудача но ничего страшного до дома да дойду недалеко совсем завтра другую одену так бы еще походил конечно пузо задувает спасибо вам огромное друзья за просмотры вот я просто пишу для вас ролики знаете какие-то моменты хочется иногда хайпануть какие-то моменты хочется просмотров много набрать сюжета сюжета монетизация это там короче какой-то способ единственный на данный момент пока источник дохода а иногда просто вот как вот сейчас да хочется просто пообщаться просто души высказаться и записать для вас вот такую милоту начиная с утра и заканчивая вечером подписывайтесь браться на канал ставьте лайки пишите комменты вот всем спасибо пока до скорых встреч и конечно же до следующих сетях удачи 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА